Итак, коллеги, первый летний месяц июнь заканчивается на мировых биржах очень спокойно, несмотря на повышение ставок большинством центральных банков, на обещание повысить ставку также и Федеральной резервной системой, это чуть в осложенном режиме состоится в конце июля, 85 процентов рынка ставят на то, что повышение ставки будет, и о том, что эта вероятность очень высока, говорил также председатель ФРС, несмотря на все это мы видим, что небольшие потрясения были на рынке только в начале недели, где технологический сектор подкорректировался, да, был момент, когда компании такие наиболее популярные, хайповые, такие как Тесла, Google даже присаживались на величины порядка 6 процентов, 4 процентов в начале недели, Nvidia даже присел почти на 4 процента вниз, то есть компании, которые собственно набрали очень быстрый темп просто до этого, поэтому естественная такая корректировка произошла, но их быстро подобрали, и мы видим, что большинство из них вернулись к росту либо полностью, либо почти полностью восстановив динамику восходящую, при этом вот в те моменты, когда как раз снижались любимцы публики, начинали расти компании так называемого сектора consumer staples в первую очередь, то есть это компании, которые как раз востребованы максимально в кризис, которые как правило не имеют здесь значительных потерь, даже выигрывают, то есть продают товары первой необходимости, продают товары с недорогим средним чеком, то есть условные Макдональдс, Walmart, компания дискаунтеров сетей, которые продают товары недорогие для наименее богатых слоев населения, и в целом вот это вот настроение, оно сохраняется, то есть по сути кроме сектора вот этого товаров вседневного потребления, подрастал ненадолго только нефтяной сектор, ну здесь мы как раз это видели, что связано с отскоком нефтяных цен, впрочем и там и там, и по нефти отскок был небольшой, и как раз по сектору международных нефтяных компаний он тоже был очень скромный, поэтому в основном вот рост был представлен этими двумя секторами, и здесь еще отмечу авиакомпании, вот действительно то, о чем может стоило бы поговорить, я вам говорю ранее уже, что компания, особенно с корнями в Америке, которые являются глобальными перевозчиками на американском рынке, они активно летом обычно набирают обороты, и вот это сейчас в общем подтверждается, то есть акции авиакомпании, такие как Delta, United Airlines, Southwest, они стали лучшим по росту за последние два года, здесь действительно сфиксирован корень, где даже там ближки к 10% мороза последние несколько дней, в целом, в целом, это связано, конечно, с растущими перевозками, здесь еще и выходные предстоящие 4 июля, когда очень многие американцы перемещаются по стране, и вот, собственно говоря, сообщают наблюдатели за этим процессом, что, вероятно, превысил даже такие поездки показатели, которые были до пандемии, на величину где-то от полупроцента до одного процента, ну и с учетом того, что бензин подешевел сравнительно в последние месяцы, ну, конечно, он намного дороже, чем там полтора-два года назад, естественно, стоит, уже сравнивают люди там лишний раз автомобиль или самолет, оказывается, что не такая большая для многих может быть разница, играет роль, наверное, и эти вещи, но так или иначе, даже вот некоторые говорят, что здесь рост чуть ли не такой же быстрый, как для компаний искусственного интеллекта, конечно, нет, конечно, не такой большой, но очень заметные подвижки вот именно в секторе авиаперевозок, поэтому я бы заметил, что те, кто, в принципе, держат портфели на иностранных рынках, имеет смысл рассмотреть такие компании, если еще не включили их в свои портфели, во всяком случае, вот европейских перевозчиков я бы не касался, здесь сложностей намного больше и они менее поддерживаются в этом плане на уровне правительств, но стоит, наверное, сказать о том, что вот это вот наблюдение, им нельзя было не поделиться. Из остальных каких-то новостей, заметь, что вот индексы, если сравнивать, как они колебались с динамики, то, опять же, вот в Европе, например, есть индекс широкий, Евростокс 600, и он очень мало поднимается, он немножко всего прибавил, а вот индекс более узкого количества компаний, Евростокс 50, там где 50 компаний, он побил рекорд, который был установлен в ноябре 2021 года, и это было, собственно говоря, максимальное значение сейчас по цене, в средней цене 50 акций «Голубых фишек» Европы с конца 2007 года, то есть после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, индекс не поднимался выше, в отличие от Америки, где он уже намного там превысил те показатели 15-летней давности, а вот здесь как бы все только что называется, начиналось постпандемийное ралли, и оно продолжается именно в сравнительно узкой группе компаний, ну, например, там некоторые производители автомобилей туда входят, еще компании пользуются вот спросом и поднявшиеся резко вверх, как производители одежды H&M, которые за счет хороших продаж летней коллекции, опять же, сравнительно, может быть, не эконом-сегмент, но недорогой сегмент одежды, показал результаты, которые позволили подняться на 19% в четверг на отчете. Но есть еще, в принципе, потенциал роста, в частности, потенциал этот до значений, даже которые были до пандемии, еще вполне не дотягивает, там еще 15-20% запаса есть, потому что сокращалось там количество магазинов после пандемии, и медленно оно увеличивается, и доходы тоже сдерживаются тем, что ценообразование приходится подстраивать под то, что реальные зарплаты потребителей, они, ну, мягко говоря, не выросли за последнее время, в абсолютном-то исчислении, да, но инфляцию они нигде, ни в Европе, ни по всему миру не обогнали, поэтому мы прекрасно понимаем, что здесь сложности есть у всех, но рынок обращает внимание на те компании, где эти сложности лучше всего преодолеваются, и вот в эти узкие сравнительно сегменты, в узкую группу компаний, в основном и размещаются капиталы. Подъем, который связан здесь с индексами и Европы, и Америки, в основном приурочен оказался к данным по инфляции, вот к концу недели их очень ждали, в Европе и в Америке. И вот, собственно говоря, получается, что общий индекс потребительских цен в еврозоне, он достиг нового годового минимума 5,5%. 8 месяцев назад было двузначное число, было 10,7% в октябре, сейчас 5,5%. То есть, по сути, инфляцию формально вот эту большую общую удалось сбить вдвое. Но, если посмотреть, опять же, на детали, да, то это такой достаточно формальный повод, потому что, если взять, ну, например, цены в секторе услуг, а сектор услуг составляет 70% от ВВП еврозоны примерно, то они выросли, было 5%, стало 5,4% рост в секторе услуг по ценам. Если взять ядро инфляции, то ядро инфляции, опять же, не спадает. То есть, было 5,3%, стало 5,4%. В месячном исчислении тоже прибавило 0,3%. То есть, ну, мы понимаем, что это уже много месяцев такой, несколько формальный спад. Инфляция спадает, как сравнение цены этого года с ценами прошлого года, но ценовое давление увеличивается. Такая диалектика. И с учетом вот этой как раз двусмысленности, рынок все-таки нерешительно, может быть, но размещает капиталы именно в набор из нескольких десятков компаний, при этом с осторожностью относятся к остальным, понимая, что потенциальное снижение маржинальности, то есть, прибыльности бизнеса, возможно даже для крупных компаний, поскольку все-таки потребителям приходится экономить. И вот как раз статистика из США, она тоже показывает, на самом деле, подобные вещи. Если посмотреть вот именно в этом разрезе, то мы видим, например, что есть личные доходы, которые выросли на 0,4% за месяц, а есть личное потребление, показатель, и он прибавил только 0,1%. То есть, получают сотрудники, есть какие-то дополнительные деньги, даже сравнительно благополучные сейчас по сравнению с Европой в этом отношении, Америки, то не спешат эти деньги тратить. Ну и, видимо, из соображения осторожности. И, скорее всего, эти деньги, где они осядут на банковских депозитах, раз ФРС и ЕЦБ повышают процентные ставки. То есть, вряд ли эти деньги пойдут на добавочное потребление, и вряд ли они устремятся срочно на фондовый рынок, потому что, в общем, что называется, последние не откладывают. Тем не менее, у кого эти средства есть, и есть какие-то избыточные сбережения, которые надо защитить, вот их защищают именно их в основном сейчас путем добавочного размещения, либо в облигации, которые приносят некий стабильный годовой доход, либо в акции, которые дают рост. И поэтому вот такой выборочный подход к тем или иным секторам экономики, вот, собственно говоря, здесь, наверное, и сосредоточен сейчас интерес тех, кто на рынке и давно работает, и тех, кто пришел на него сравнительно недавно, смотрят, куда бегут все, куда все побежали там, и я побежал. Вот этот подход сейчас, он, наверное, преобладает, и поэтому даже многие компании с известными именами, но не дающие очевидных показателей по прибыльности или, скажем, терпящие какие-то сомнения здесь, вот в этой связи инвесторов, они не вызывают такого, как бы, да, ажиотажа в плане притока денег. То есть инвесторы по-прежнему относятся очень избирательно. Ну, что касается валютных рынков, то здесь предпочтения колеблются. То больше, так сказать, в антидоллар уходит, в евро, там, в австралиец, фунт, то в обратную сторону колеблются эти предпочтения, в зависимости от последних вышедших данных, от комментариев, там, от ЕЦБ, ФРС. Но в целом, все-таки, наверное, доллар не самый сейчас интересный для всех валютный, получается, инструмент. Здесь больше, все-таки, капиталы перетекают, перетекают, скорее, и с доллара в последнее время, чем в доллар. Был небольшой, так сказать, рецидив под взлет американской валюты в четверг, когда вышли данные по американскому же ВВП и пересмотрели цифры с уровня 1,3 до уровня 2% годовых роста. Но мы все понимаем, что рост ВВП, он, скажем, такая вещь достаточно в себе. Она не очень-то связана с прибыльностью или убыточностью тех или иных бизнес-процессов в конкретных компаниях и на фондовом рынке. Поэтому на фондовом рынке это не вызвало особых событий. А на валютном рынке немножко прибавил доллар, но тут же убавил на следующий же день в ответ на то, что там тоже формально упали инфляционные показатели. Есть такой индекс цен личного потребления, вот PCE такой индекс. Вот он 30 июня, в последний день июня, показал, что только 3,8% в годовом исчислении дает, а месяц назад было 4,4%. То есть этот показатель считает, что его ФРС принимает очень во внимание. Ну и, соответственно, немножко в этот момент произошел отток капитала опять из доллара в другие валюты. Но в целом такой процесс, я бы не сказал, что он сильно направленный. Это скорее для любителей узких таких спекуляций или интродэй, или во всяком случае с интродэй-постраховками в расчете на более длительное движение. В основном из валют, там где движения более-менее очевидные, из иностранных валют, я имею в виду это японская иена, которая продолжает ослабляться и к доллару, и к евро, и к фунту. В большинстве валют, поскольку в Японии политика остается мягкой, там не повышают ставки, там очень мала, по крайней мере, номинальная официальная инфляция, и при этом все остальные центробанки повысили ставки до небес за этот год. Поэтому вот эта разница, пожалуй, единственное, что обращает на себя внимание из движений валютного рынка к концу июня.